Приветствую вас, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале и для вас я выполнила торопрогноз на следующую неделю. Смотрим и анализируем период с 14 по 20 февраля 2022 года. Работаем сегодня с парными колодами, а именно торо и оракул мистических моментов. Именно их я буду использовать в работе. Будем смотреть для вас узловые точки, позитив, негатив недели и совет от карт. На оракуле посмотрим неожиданность этого периода. Подумайте о том, что вас беспокоит. Настройтесь на расклад. Для лучшей сонастройки постарайтесь сделать так, чтобы вас ничего не отвлекало. И будем смотреть. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что же здесь по ситуации? Так, давайте прояснять, что у вас здесь по факту. Ну что могу сказать? Здесь попытки сохранить, либо во что-то вложиться. Мой дом, моя крепость. Поэтому тельцы, либо здесь будете заниматься вопросами накоплений, или инвестиции на какой-то, знаете, на будущее, на длительный период. Не могу сказать, что это режим экономии. Это, скорее всего, режим активного владения, чтобы в будущем чувствовать себя финансово свободными, независимыми, статусными. Кстати, здесь нельзя изображен домик. Это, знаете, как отнести деньги в банк, собирать, не знаю, там под подушку, в вашу собственную копилку, инвестировать в недвижимость. Какие-то проекты. Причем недвижимость не обязательно жила. Здесь может быть не недвижимость и коммерческая. То есть это как с целью сохранить, как минимум, как максимум, конечно же, приумножить, но как минимум здесь сохранить. Но помимо всего прочего, у вас здесь какие-то идут внутренние переживания и страхи относительно того, что придется очень много работать еще для достижения вашей цели. Ну что же, видимо, у тельцов такое дело. Тут уже ничего не поделаешь. Во всяком случае, у вас сейчас такой период. Мне всем это нравится. Часто вы мне пишите в комментариях, сколько можно, где личная жизнь. Ребята, я бы вам нагадала и 10 мужиков, и сколько вы хотите. Мне не жалко. А мужчинам, пожалуйста, сколько угодно девушек. Но если это не падает в раскладе, я не могу об этом говорить в противовес арканам. Единственный момент, что если вы на текущем этапе свободны, то здесь по отношению к вам кто-то может проявляться. Проявляться на работе, оказывать симпатию и знаки внимания. Но те, кто свободен, не будут готовы к этим отношениям, потому что тройка мечей. Это, знаете, как негативный опыт, который вы не можете отпустить. То, на чем вы показываете циклины сосредоточены, и к новым отношениям вы не готовы. Если вы уже находитесь в любовных треугольниках, то это ситуация, которая эмоционально вас отягощает. Вам хочется больше внимания, радости. Знаете, как быть единственным или единственное неповторимое, сиять. Отношения здесь как развивались, так они будут развиваться. Но, повторюсь, в формате любовного треугольника никуда он не девается. Просто конкретно в рамках этой недели вам захочется быть центром вселенной, ярким солнцем, чтобы о вас заботились, вас любили, вас вкладывались. То есть акцент непосредственно на это. А вот это будет не всегда своевременно. Поэтому могут быть какие-то ссоры, конфликты, либо выяснение взаимоотношений по этим моментам. Если вы находитесь в стабильных отношениях, то есть вы встречаетесь, сожительствуете, либо у вас семья и брак. Шестерка мечей. Совместное активное движение вперед. Здесь это может быть как поездка, либо планирование поездки, планирование переезда, новые планы и цели, связанные с работой. У нас якорь-то, в принципе, символика работы, бизнеса, каких-то совместных начинаний. Это может быть отдых. Отдых по той простой причине, как все задолбало, сколько можно работать. Либо давайте работать дистанционно. Потому что здесь четверка Пентаклина может еще указывать на желание сохранения своих физических и эмоциональных ресурсов. По какой причине? Потому что у некоторых из вас здесь может идти физическое, либо эмоциональное выгорание. Вот так вот. Хорошо. Если эти арканы смотреть с точки зрения работы и заработка, и на данном этапе вы не работаете. То есть вы в декрете, либо вы домохозяйка, или неработающий пенсионер. Переживание и страхи, что шеф, все пропало, что делать, куда бежать, как с этим бороться. Почему? Потому что здесь быть в режиме экономии и отчаяние от того, что вы не можете найти какую-то хотя бы временную подработку. То есть здесь это жить на те средства, которые у вас есть, либо которые вам дают. И неважно, вам это помогают близкие, либо какой-то социальный пакет от государства. Но факт остается фактом. Вы спросите, в чем же здесь позитив? На самом деле, любой кризис фаза роста, как бы это ни звучало. И вот эта вот карта, как вы видите здесь, десятка мечей, она указывает на ситуацию такого мозгового штурма. Когда вы постоянно будете об этом думать, 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 это, знаете, как вас сгенерирует какую-то идею. Хорошо. Если вы в статусе соискателя, что у нас здесь? Ну, здесь эмоциональный, знаете, как удовлетворение. Сейчас объясню, почему. Потому что вот эта мечевая карта, она указывает на ситуацию, знаете, как, я кто кажусь, русийскую, вашу из-за взятости, то есть вашего упорства. Вашего упорства по достижению результата, потому что вы понимаете, что сейчас не время как бы крутить носом, нужно выбрать работу, которая бы вам давала как социальное обеспечение, материальную стабильность. И могу сказать так, работу вы здесь найдете, но это не то, что вы искали, и поэтому будет такой некий момент эмоционального раздрая. Если вы являетесь наемным сотрудником, как это будет отыгрываться для вас? Восстановите землю, я сойду. Переживания и страхи относительно ситуации, сколько это может продолжаться. Причем в рамках этой недели, это знаете, по отношению к вам может идти пристальное внимание, как вы работаете, как вы выполняете свою работу, насколько профессионально вы ее делаете. И вот это действительно может вас вызвать какой-то внутренний диссонанс, потому что, ну, не любите работать под присмотром, не любите вы ситуации, когда у вас видят какие-то рамки, и как следствие это переживания, страхи, у кого-то даже, не дай бог, панические атаки. А вы скажете, а в чем здесь плюс? Плюс может быть в том, что вы можете пойти на диалог с вашим руководством и каким-то образом попытаться, если это возможно, изменить условия труда, неважно, дистанционно, либо еще как-то. Или же некоторые из вас могут даже взять как отпуск за свой счет, потому что четверка кубков и тройка пентаклей иногда это предполагают. Хорошо, если у вас свой собственный бизнес, что же там? Что же там? Дурак, обнуление, новый цикл, не боимся ни крокодилов, ни драконов, движемся вперед. Это как обновление, новый старт, новая возможность. У кого-то рестайлинг, по-новому посмотреть на свое детище, на свой бизнес, что-то новое привнести, потому что вы понимаете, что так, как было прежде, уже оставаться не может. Да, вам в корне не хочется все менять, потому что вы человек крайне консервативный, но вы понимаете, что для того, чтобы развиваться, это необходимо. В плане состояния здоровья это больше такие эмоциональные качели, ничего другого такого негативного у вас здесь я не вижу. Что в негативе? Давайте смотреть. Ну, тельцы, он чистый, как всегда. Добрый вечер. Так, двойка мечей, королева пентаклей, туз пентаклей. Где деньги? Где взять денег? Голова, дом советов. Почему так мало денег? Я хочу в два раза больше. Двойки мечей, это не то, что закрыться от ситуации. Это реально голова, дом советов, потому что здесь желание найти дополнительный источник заработка, чтобы сразу закрыть все бытовые базовые потребности. И еще такой момент. Здесь у кого-то это как гасить, закрывать какие-то кредиты, долги, финансовые обязательства. И еще такой момент. Здесь но это в большей степени касается женщин пентаклей масти. Это о боге. Знаете, когда очень много потребностей, например, родители могут обратиться к вам за помощью, еще какие-то родственники. И всем нужно помочь финансово в чем-то их поддержать. То есть вам это может быть накладно в рамках этого периода. но тем не менее помощь будете оказывать. Совет. Ну что, что тут еще сказать по двойке кубков. Совет да любовь. Ну, либо иными словами будьте эмоционально стабильны, будьте радушны, будьте открыты. Тем более неделя этого предполагает, потому что все-таки начинается у нас цикл с 14 февраля. Неделя такой вот эмоций, признаний в любви, поддержки друг друга может быть тех, кто на текущий момент свободен и отчаивается по этому поводу. В целом это неделя договоров, контрактов, сотрудничества, взаимодействия. То есть не упускайте возможность, не упускайте шанс. Ну и в принципе карта примирения, восстановления отношений, неважно, личных, дружеских, партнерских. Вот на это делается упор по картам. Ой, под моим зонтом. Но будете, вы знаете, здесь в роли этого спасителя кого-то укрывать от бед, кому-то помогать, протягивать, в принципе, знаете, как руку помощи, поддержки, осознание ситуации. Вот чисто тельцовское. Знаете, как дать кому-то стабильность, дать какой-то оплот вот этому вашему попугачику, который без вас ну никак не может. Ну что ж, значит, солеви, такова ваша жизнь и такова карма на этой неделе. В любом случае вам зачтет сам, поэтому действуйте по ситуации, по обстоятельствам, но тем не менее, если кто-то нуждается в вашей помощи, не отказывайте людям, потому что вам, повторюсь, это будет плюс. Как всегда, что мы делаем? Все негативные аспекты мы перекрываем позитивными. Сияйте на этой неделе, как солнце, раз вам не хватает внимания, какой-то радости, хочется восстановления эмоционального, поэтому мы сделаем вот так и закроем это все вот так, сюда солнышко, сюда туз, пентакли. Раз необходимы будут ресурсы, пусть они у вас будут, если вы к этому стремитесь и все плоды ваших действий дадут непременно, точнее, все вложения и ваши действия дадут непременно результат. Вот таким у вас выходит расклад на эти 7 дней от вас, как всегда, жду энергообмена. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Для тех, для кого актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Тару, ссылки на мои контакты всегда под любым из моих видео или в шапке YouTube-канала. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч!